Добавишь? Ой, тётки! Приветики! Сравните картинку, как я тут, ну вот как я тут, вот один, второй, вот, и как-то стиралка стирает, что-то там моется, как-то вот так. Как у вас? Хорошо, все, все супер просто, как очень устали. Что у тебя там, новые детки? Что у тебя там, новые детки, посмотри, какой маленький малыш, а вот еще они, вот они, маленькие такие. А, круто! Что будете с ними делать? Нашли кому раздавать? Ну, конечно, это же... Зененхунды, они же такие хорошие, такие сладенькие! Ну что, короче, сложный день у тебя сегодня, да? Да, вот. Ну, как сложный. Сосик сладкий, в смысле. У меня тоже есть какой-то порозий. Да. Что, день нормальный? У меня порозийный фунт. Да, что ты делаешь? Почти все закончилось. Почти все закончилось, так что все хорошо. Еще денек сна в машине и, в общем-то, вот, все. Как-то решили ускорить все процессы со всеми расставаниями, так что все нормально. Как у вас погода там? У нас здесь сегодня 42 было. Старка в Калкане, да? Жесть. Жесть. Знаешь, у нас, как бы, я тебе скажу, что с утра было так, ну, еще как бы жарко, а вечером даже прохладно. Я, ну, как бы, к детям подхожу и говорю, а как вы вообще купаетесь? Ну, реально холодно. А с утра было, как бы, очень жарко, конечно. Саша, на ней женись лучше, чем Мася. Началось. Да. А что поехало? Потому что сравнивать лучше-хуже, очень красивое, интересное. Ну, нельзя так говорить. Лучше-хуже. Все, как бы, по-своему хороши и все по-своему индивидуально. Поэтому это неправильное осуждение. Кто хуже, кто лучше. Ну, что там? Всех раков съели? Всех съели, теперь очень хочется пить после этих всех раков. Саша, мы так устали в дороге. Ну, я тебе уже говорила, ну, это передать невозможно. Ну, настолько тяжело. Я еще в себя прийти, как бы, до сих пор не могу, потому что, ну, реально тяжело. А в Москве творится, да. Мне, как бы, твои подписчики скидывали какой-то очень страшный ураган. И вообще очень, ну, как бы, бедные люди. Господи, кошмар просто. А вот так, если нет страховки, ну, так страшно, реально, когда ты теряешь, как бы, что. Ну, в Москве почти все застрахованы. Это вот здесь, в Калкане, был пожар и сгорело 17 вилл. Вот. У людей погорели участки, погорели все сады. А никто их застрахован не был, потому что они даже, в общем-то, ничего и не порысят по этому поводу. Ну, что ж такое-то? Зачем гладить так собаку? Загладишь собачку? Что? Собаку не гладишь? Она же такая милая, такая сладенькая, такая хорошая. А вот еще кто не успел увидеть. Смотрите, какие они милые. Пока мама там где-то в стране отдыхает, просто отошла. Ну, они же такие сладенькие. Можно их не гладить? Они же свои манюськи такие. А на самом деле эти все большие собачки тоже с нами вечерами сидят и мы их гладим. Не только этих малышей. Они хорошие. Покажи своих сладеньких малышей. Пам-пам-пам. Самый большой барбочек. Ты его так и не увидела. Только маленькие были на съемке. А остальные пошли в ту комнату, там у нас кондиционер. Они обычно тусят там. А Ричард здесь. Ну вот. Да, реально. Какую вы национальность? А вы кого спрашиваете? Я не знаю, какую я национальность. Что за все про Мася? Эфир у Яны. Я присоединился как гость. Причем тут Мася? Что у вас за это? Что же за фигня такая? Мама щеночка покажите. Мама щеночка ушла. Иди сюда. Адель. Оля, можно нам котика покажи? Иди сюда сынок. Сейчас. Подожди. Подожди. Все свалилось. Все, мама отогнала. Сейчас. Адель, иди сюда. Покажи. Иди моя хорошая. Иди покажи маму. Ну покажи. Ну иди сюда. Адель. Ну иди сюда. Ну иди сюда моя хорошая. Это папа. И папа и мама. Вот они. Прикольно. Когда целая семья. Вот. И так. Это папа. Адель. Это мама. Вот папа и мама. Правильная семья. А вот Лёна. А у меня пять геев тут. И вот мамочка подошла к щеночкам. Да? Все. Ну все. Иди. Молодец. Ты хорошая мама. А ты хороший папа. Все. Давай. Позвала. Иди тебя. Поддохните. Мы короче сегодня получается. За ними же все время здесь следили. И в основном как бы за счет того что Аделька у нас родила. А у нас еще Канакорса и Алабай. И они сидели в вольере. И за счет того что они там все время сидели. И им было очень тяжело. Сегодня к нам приезжали много гостей. И мы открыли ворота и убежали. Вот сейчас убежали по лесу где-то гуляют. Там у нас ворота не закрыты. Мы их ждем. Вот. Надеемся что они вернутся. Но походу они не вернутся. А наш кот он не боится никого кроме Алабая. У нас такой кот очень скверный парень. И он тоже короче решил пойти погулять и свалил. И я теперь жду троих своих детей. И у меня была паника и истерика. Я так переживаю за всех. Слушай бы этого не знала. Мне теперь страшно что они не вернутся. Ну как они не вернутся? Вернутся конечно. Все домой придут. Слушай, ну смотри. Вокруг очень много стройки. Собаки то еще вернутся. Ладно. А мой котик мало ли что его ожидаешь. Призываю за них. Нет. Эти тоже убегают. Эти убегают. Но все возвращаются. У них же свой орел. Они же все знают где они живут. Так что никуда не убегут. Вот он вернулся. Диста. Покажу. Вот он еще у нас щенок. Ты пришел. Иди сюда. Шарп. Ну шарп. Ну все. Шарп иди сюда. Вот он. Шарп. Покажи. Кругой. Он еще щенок. Он еще маленький. Алабая нет. О все. Один вернулся. Алабая не вернулся. Покажу. Но только не сегодня. Короче у тебя как большим собачкам. У меня? Да. Слушай, я как бы просто очень люблю собак. И так ну как бы сложилось вот. А вот пришел Алабая. Она очень похудела. Иди сюда. В смысле? Что такое? Шарп. 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 Дуридел. Вот она. Ну. Она очень хорошая мама. Она все время ухаживает. И вот это рычит. Короче. На нее у мамы щенят. Потому что у них война. Они же типа как бы две самки. Но нам к сожалению пришлось стерилизовать Адель. Потому что у нее началась аллергия. И мы из аллергии ее стерилизовали. Потому что она была просто невыносимой. И теперь как бы у нас главная зеной хунт. А Алабая естественно по своей пародии как бы хочет доказать свое величество над ней. Ну и как бы у нас очень в этом плане все спорно. Ну короче. Иди сюда. Покажись. Шарп. Покажи какой красивый парень. Молодой красивый мальчик. Ну покажи. Да. Прикольненько. Это невозможно всех показать. Вот. У нас их очень много. А коты при этом обалдевшие. Один у нас кот очень просто обычный. Ну есть. Понятно. Грубый. Потому что мне было жалко. А второй у нас необычный каракет. Вот он всем дает жару. Он вообще не боится никого кроме Алабая. Он такой отмороженный. Хищник. Ну он сюда спрятался. Скажи ему нету. Пока. Пеха. Хорошо у вас там. Саш. Ну. Как ты смотришь на тебя, чтобы приехать понять щенят? Удобно. 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 Я уже вылетаю. Ха-ха-ха. Что ты ее не услышала? Вылетаю уже. Уже вылетаю. Да. Ну. Я за. Почему? Нет. На то и есть друзья, чтобы их посещать. А как ты думаешь, у тебя есть подписчики в Украине, которые рады были тебя видеть? Да. Украина вторая страна прям популярности, где, соответственно, меня все знают. И очень-очень много подписчиков пишут там. Всегда приветы с Украины есть. Вот, кстати, давайте узнаем здесь у нас. Кто-то с Украины есть, кто смотрит? Давайте. 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 Саша, соглашайся. Саша, соглашался. Ха-ха-ха. Он явно влюбился. И Яна не одна, мои дорогие. Так что уважайте другу. Так. Сиди дома пишут. Так. Юля столько пишут. Я есть. Так. Ярослав. Ну. Днепр. Ну, вот видите. Все есть с Украиной. Ну, посмотрим. Я же должен быть... Ух ты, ребята, вы готовы были бы увидеть Сашу в Украине? Ну, хотел бы кто-то встретиться лично. Вот лично. Если да, напишите, что да, мы готовы встретиться лично, вместе все. Вот в Киеве. О, смотри. Сразу. Это в Киеве. Одесса супер. А в Киев готовы бы приехать? Смотри, сколько с Украины здесь пишут, а ты говоришь. Видишь как? Ну, здорово. Вся Украина здесь. Класс. Да. Мне тут еще и в Директ несколько подписчиков девчонок пишут, говорят, Саша, все прикольно. Вот. Но я в другой стране, в Украине, в Киеве живу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот. Новый Свет. А-а-а. Мое любимое место было. Новый Свет был очень прикольно. Ну, отошел. Быстро. Отошел. Шар. Ну, короче, Украина пишет, приезжай. Да? Так что? Да. Они же меня тут уже говорят, Саша, ты что, в Киев собираешься? Я говорю, ребят, подождите. Нет. Я на самом деле, да, я улетаю послезавтра, но еще не в Киев, дорогие мои. Украина, Николаев, хотелось бы увидеться. Ну, вот видите, отлично. Все, собирай. Всю тусовку собирать? Ну, я... Знаешь, в большой семье ты посмотришь, даже чужие отцы нянчат чужих детей. Видишь, вот. Ну, конечно. Могу показать. Как выглядит. Боже мой, прийти, 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 прийти. Давай, папа. Все. 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 Короче, Саша. Да. Да, я читаю тоже комментарии тут смотрю прямо. Очень много. Прям очень. А, ты читаешь, а я не успеваю. ДНР ждем. Давай мне Надельку в Украину. Добрый вечер, Саша. Всего хорошего. Желаю. Все. Саша. Мама лягла и накрыла всех собак. Ну, вот как так. И придушила своим телом прекрасным. Все. Они вылазят. Видишь, слетится на сохранение. Адель. Кабася. Давай. Ты так мило, смотрите. Они такие сладкие. Да, они прикольные. Хороший. Привет. Короче, Саша. Давай приезжай в Киев. Ты видишь, сколько людей тебя ждут. Мы с вами поедем в Киев. А я люблю чихуашек. Самые они у меня любимые. Та-дин. Та-дин. Такие. Привет. Этот самый умный. Ну что, хорошо. Чего? Тогда я подумаю по поводу, когда можно будет прилететь. Вот. И увидимся уже на вашей земле. Окей. Вот. Папа мне говорит, моя историческая родина. Посмотрим. Саша, не теряй голову. Хотя бы не все сразу. Саша, что с контейнером? А? Что с контейнером? Очень много всего. Контейнер? Контейнер что-то интересует. Скажи, да. Контейнер должен был прийти на следующий день. Так нам пообещали. Так мы договорились. Но в итоге он придет 30-го числа, потому что в выходные они не работают. Первого они отгрузят в транспортную компанию. В понедельник они отгрузят в транспортную компанию сегодня. Во вторник они это, соответственно, перегружают. И в среду сюда привозят. Вот. А я как раз в среду отсюда уеду. Поэтому из одежды на мне только юбка. Не знаю, в самолет меня пустят в юбке, но я проверю. Не надо проверить. Просто, пожалуйста. Можно ко мне в штанах приехать? Можно. Можно в штанах. В качестве исключения, Саш. Потом дома можешь у меня ходить. В трусах. Я не знаю. Чему угодно. Ну, хотя бы, пожалуйста, приедем. А ты в юбке ходишь, да, обычно? Нет. Я обычно хожу... В Турции жарко. Мне все говорят. Слышишь? Ты же ходил там у себя на даче в юбке. Почему в Турцию не ходишь? Я говорю, так я у себя и ходил. А здесь в Турции солнце жаркое. Короче, они возбуждаются все, понимаешь, когда я в юбке хожу. У них сразу что-то начинается. Что-то... А может, наоборот, все происходит. Поэтому они так реагируют. Может, не возбуждаются? Нет, наоборот, возбуждаются. Не знаю. Посмотрим. Так, Сашка, ко мне приезжай. Подождите, спокойно. Саша не носит трусы? Ложь и провокация. У меня все бразильяны и танго. Что это за хрень такая, Саша не носит трусы? Я что, по-моему, кто это я? Так. Саша, давай мы расскажем эту забавную историю про трусы? Или не будем? Как ты думаешь, что это или не будем? Да, я тут уже с Алими объяснял, что это трусы лежат на переднем сиденье. Сказал, Яна отдала. Короче, такая история. В общем, когда мы ездили фотографироваться в шортах, в кашу. Получается, были шорты зеленые и синие. Это были шорты моего мужа, в которых фотографировался Саша. И потом, как бы, в итоге были одни его стринки в цветочках. Ну, как бы, мы приехали домой. Я даже не разрушала этот, в общем, пакет. И мы поехали смотреть квартиру для наших родителей. Выбрали квартиру. И все. Потом, как бы, я вечером прихожу. И мне нужно перед родителями было убрать виду. Потому что, ну, как бы, было достаточно, как бы, ну, дети, все. Бассейн, как бы, ну, сами понимаете. Песок. Все. И я начинаю, как бы, разбирать пакеты. Достаю стринги Саши. Они такие все в розовых цветочках. А я еще тогда пила розовое шампанское. И такая, эти трусики вокруг своего бокала выложила и скидываю. Саша, говорю, Саша, очень прикольный контент. Все бы просто посмеялись, если бы это узнали. И, на самом деле, эти трусики я ему отдала перед самым отъездом. Да. За их существование. И перед тем, как уезжать, я ему их отдала. Ну, это, как бы, вообще. Вот. А вы говорите, одежды у меня нету. Трусов у меня много. Вот этого у меня в жизни много. Да. Та-дам. Хороший комментарий пишет себе прямо прекрасно. Саша, не теряй голову. Сейчас будут писать плохие. Я не могу потерять голову, мои дорогие. Она же привязана у меня прямо к трапеции. К моей мощной. Вот. Саша очень не любит. Саша, ты где? Где я? Я дома. Дома я. Дома. Дома. Мы живем в лесу. Вот я сейчас покажу вам, как бы показать. Вот. Вот это все, как бы, территория дальше леса. И она у нас достаточно очень большая. Ну, они, как бы, там, в основном тусуются. Есть, конечно, и вольеры, домик для них. Все. Но они, как бы, в основном в лесу, потому что там более прохладно. Ну, еще под баней наша дамочка Прящущенков. Классно у вас там. Действительно. Вот вообще. Займитесь чем-нибудь другим. Посмотрите что-то другое. Познавательное для себя. Пошлите литературу какую-нибудь художественную. Либо то, что вам интересно. Ой, короче, Саша. Любота. Да. Я очень рада тебя слышать. Я взаимно. Да, поэтому... А то все спрашивали, как я буду. Вот Яна уедет. Как ты будешь? Я говорю, все нормально будет. Вот видите. И нет никакого расстояния. Всегда можно пообщаться, получить кучу положительных эмоций. Я думаю, по мне видно, что эмоций у меня очень много положительных. А вы боялись. Давайте по-честному. Мы общаемся с тобой 24 часа в сутки. Ну, не считая, как бы, сна, конечно. Поэтому, как бы, мы всегда на связи друг друга поддерживаем в другом плане. И нет никакого, как бы, вот этого, что там кто-то что-то придумывает, на самом деле. Поэтому... Ладно. Яна, познакомь Сашу со своей сестрой. Сестра? Нет. Иди сюда. Ну, не очень входит. На самом деле, здесь, как бы, и сестра, и вся семья, как бы, ну, не все хотят, как бы, быть в экране. Ну, у каждого есть желание, свое право. Я не могу настаивать по этому. Это такое. Потому что я живу с объективом, мои дорогие. Яна профессиональный фотограф, а я вот блогер. Да, я там уже рядом. И то, что какие-то комментарии к чему-то непонятные, я тут вообще, на самом деле, ни при чем. Ну, мы, как бы, с Сашей общаемся, дружим, и, ну, не более. Вот. Так что так. Если есть муж, почему я общаюсь, а почему мне не общаться? Мне что такое? Общаться со своим мужем и больше не общаться ни с кем. Ну, как бы, каждый сделает свой выбор. У каждой семьи какие-то есть свои, как бы, правила. Но у меня муж, как бы, не против общения. Тем более, как бы, он Сашу знает лично, повторюсь еще раз. Я не вижу в этом абсолютно ничего такого. Никакого подтекста. Саш. Да? Чего я? Да. А я нормально. А что? Я уже привык. У меня уже иммунитет к глупостям. Так что люди всегда дописывают, но некоторые дописывают, потому что они не знают всего полностью, как бы, рассказывать. Смысла никакого нет. Малыш, тут девушка пишет, что она тебя хочет. Ты где? Малыш. Сереж. Ну, короче, видишь, у него есть шанс. Помимо меня, если что. Его хотят. Его хотят. Это тьма. Покажите собачку. Какой именно? Муж, не пилот. Муж, крайнец. Это маленький щеночек. Кто не видел. Это мамочка с щенятками. Остальные все поразбегались. Где-то непонятно где. Там бегают дети. Тоби. 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 Как я познакомился с Яной, дорогие мои. Ходите в спортзал. В спортзале можно познакомиться с самыми необычными людьми. Ладно, Саш, короче, я пойду, потому что у меня полный дом детей. Все. Где-где-где? Не ставь. Шар. Не ставь. Не ставь. Я не могу всех вообще показать. Капец. Вот она такая хорошая мама. Мне так жалко, что ее стерилизовали. Но мы были вынуждены. Она всех щенят, кормит. Она так вот их носит на ручках. Все. Пока. Все, давай. До встречи. Спасибо. Увидимся. Напишу.